Распространите среди жильцов нашего ЖЭКа. А если не будут брать, отключим газ. А чем напоишь? Да напою, ради бога. И на шестой этаж я вас провожу и пешком. Вы пойдете пешком? А на девятый? А? Слабо? В этот дом на Сухобатора 9 мы приезжали не раз. Прежде проблемы с мусором, непрозрачные траты. Жильцы, полагают, жаловались слишком громко и теперь идут пешком на девятый этаж. Так решила королева дома, председатель ТСЖ Наталья Король. Обращаться к ней бесполезно. Она не разговаривает с людьми. Люди для нее просто мусор. Поначалу в доме отключили три лифта, а в квитанции появилась строка диагностика лифтового оборудования. Что собранием жильцов одобрено не было, уверяют люди. Платить отказались, связаться с Натальей Король не удалось. Зато в ТСЖ с нами поговорили. Лифтовая компания ждет от нас полную сумму денег для того, чтобы провести ремонт в первом подъезде и запустить после ремонта. Ваш председатель не запускает лифт, а мы-то со своей стороны ремонтные работы провели. Пожалуйста, катайтесь на лифту, мы же не против. Лифт стоит, жильцы идут. В лучших традициях неприхотливого сервиса в этом подъезде люди живут с 21 мая. Физкультура, конечно, дело хорошее, но добровольное. Тяжело очень подниматься с коляской, туда вниз по два-три раза в день ходим. Вы представляете, приедет скорая помощь или пожар, не дай бог, не дай бог, конечно. Как будут вот эти сотрудники МЧС и тоже и медицины, и скорой помощи, как будут оказывать помощь, когда лифт не работает? Мы считаем, что данные действия неправомерны ТСЖ, лифт в любом случае должен работать. И мы внесли предостережение в адрес ТСЖ о недопустимости нарушения обязательных требований. Как скоро запустят лифт на сухобатора 9, а причин его остановки ни мы, ни надзорный орган не нашли, мы проверим. А жильцы уже думают, что еще перестанет работать после истории с лифтами, пока сами они не пытаются сменить управдома. Мария Микшута, Андрей Дреер, Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком. Продолжение следует...